Ваш сын попал в аварию, срочно требуется 10 тысяч рублей. Причем не ясно, на какие именно услуги выпрашивают денежные средства интернет-мошенники. Социальные сети буквально переполнены просьбами, мольбами и такими криками о помощи. Киберпреступники не гнушаются абсолютно ничем. Манипулируя и играя на сострадании других, зарабатывают вполне реальные деньги. Обманула? Да? Запутала? Мир не без добрых людей. Этими пользуются, грубо говоря, авантюристы узкого профиля. Жертвуя средства ради Всевышнего, или же просто решая помочь бедолаге, якобы оказавшемуся без денег на покупку билета обратно на родину, многие средобольные жители не спешат удостовериться, так ли это на самом деле. Как защититься и сохранить свои кровно заработанные, рассказывает Я-Я Яндиев. Когда звонят и сообщают о том, что хотят получить, надо понимать, что банковские работники, они имеют доступ к счетам граждан. В случае необходимости они могут не спрашивать граждан, не звонить им, не требовать им какую-то информацию. При наличии судебных решений мы понимаем, когда есть судебные решения о том, чтобы человеку надо снять какую-то сумму денег, которую он задолжал государству через судебные приставы, через исполнительные листы, со счетов снимают деньги. Поэтому надо понимать, что необязательно сообщать код человеку, банковскому работнику, чтобы какие-то манипуляции провести с его счета. При любом звонке, даже если этот с банка звонят, человек должен насторожиться, потому что это его имущество. И он должен понимать, что он является клиентом того или иного кредитного учреждения, банка, и что этот банк заинтересован в охране его счета. И в этом случае должен отключиться, перезвонить, еще раз удостовериться о том, что да, действительно мы звонили с банка. В этом случае только. А еще лучше дойти до своего банка и вот уже в разговоре с менеджером, с представителем банка порешать все цельные вопросы. С миру по нитке. Киберпопрошайки действуют разными схемами. Самое популярное и стандартное – звонок на мобильный телефон от имени лжесотрудников банка. Подобные преступления буквально захлестнули страну. Пострадавших тысячи. Люди сами раскрывают аферистам номера, коды, пароли. Люди разговаривают с преступниками, несмотря на предупреждения банков о том, что их сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию. Есть такие распространенные случаи, когда звонят туроператоры и начинают вам предлагать вернуть деньги, ранее оплаченные вам, то ли за турпоездки. Это может быть и звонки от здравоохранительных организаций по поводу создания вакцины, просьбы поучаствовать вас в этом благотворительной акции. Вот с сайтом госуслуги я хотел бы вот это на этом месте подчеркнуть. Очень много сейчас обращений на этот сайт. Используется очень много сайтов двойников с различными сочетаниями букв, похожих на сайт госуслуги. Вот обязательно очень внимательно нужно проверять, на какой сайт вы зашли и с каким сайтом вы предоставляете данные. Ну уж если и повелись на удочку кибермошенников, и денежные средства с карты пропали, то незамедлительно в тот же день нужно сообщить об этом сотрудникам банка. А далее и в полицию. Если эти средства пропали по вине банка, то банк всегда вам возместит. Однако, как правило, чаще всего происходит это не по вине банка, а по вине самого человека, который предоставил свои банковские данные мошенникам, и после чего произошло списание денег. В таких случаях банк, как правило, укажет вам на дальнейшие действия, ну и, скорее всего, будет обращение в полицию. Бизнес на сочувствие давно вышел за рамки. Мошенники везде, особенно в интернет-магазинах. В наше время делать покупки на диване – одно удовольствие. Только вот как бы не обжечься. Ведь после предоплаты найти виновника будет сложно, что не означает невозможно. Таковых находят и привлекают к уголовной ответственности. Если говорить о преступлениях по статистике, то в 2019 году, в прошлом году, у нас в производстве находилось 53 уголовных дела данной категории. В основном из них 43 уголовных дела возбуждены по фактам обмана людей при покупке того или иного товара через интернет. В этом году у нас в производстве находилось 51 уголовное дело. Из них мы 6 уголовных дел направили в суд. Некоторых мошенники донимают звонками по нескольку раз. Цель – наши деньги, средство – наша же растерянность. Конечно, человеку говорят, что прямо в эти секунды его деньги уходят куда-то налево. Логика часто отключается, и он совершает ошибки. Истина одна – лучше в лишний раз проявить бдительность и не кормить мошенников. Так их, возможно, станет меньше. Зелимхан Калоев, Адам Мережков, Магомед Шаухалов. Новости 24.